Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Валерий Бовсыновский. Сегодня это видео также к статье, но я хочу рассказать важные моменты для понимания. Ведь это история, история развития Python Kotlin, как научиться разработке программирования по системе Бовсыновского. Ребят, это на самом деле не голословные слова, а годы работы. Вот то, что я описал в этой очень длинной статье, я описал, то есть в моем понимании, как стопроцентно научиться разрабатывать. Посмотрите в интернет, ведь люди, когда подразумевают изучить язык, это они подразумевают разрабатывать, ведь для чего же? Но на самом деле я очень делю это. И мы, я вот в этой статье рассказываю, что я понимаю под обучением разработки, на что я опираюсь. Первично, что надо понять и что не переживать. То есть вот эта статья, о которой я говорю, и вот этот план, он подходит для людей, которые в принципе уже владеют хотя бы на начальном уровне Python. Но кто, у кого этого нет, не переживайте, у нас в школе есть и начальный уровень обучения с нуля, и развитие. Ну, давайте я просто поясню. Хотя бы почитайте, но все равно скажу. То есть начальный, средний уровень. По сути дела человек знает, работает с типами данных, работает, знает первичный уровень классов, начал писать на джанго. Ну, в общем, все это есть в школе, всему можно учиться. Здесь я привожу видео, вы посмотрите и получите ответы. Понимаете, есть очень важная вещь. Как вы, вот как правильно сказать, как вы будете взаимодействовать с языком, так вы на нем и будете писать. То есть кто-то вообще просто открыл книгу и, значит, там нечто делает. Чем он занимается? Он изучает язык, но разработки он не учится. В общем-то, все сводится к очень простому правилу, который я, в принципе, рассказал в этих видео. Система обучения языку, как правильно, вот я рассказал изучать язык, о двух языках. Быстрое освоение Python, там я разделен на три этапа, что обращать внимание. Ну и дальше некоторые видео. А теперь поговорим о разработке. Это как бы рассказ, который будет сейчас, на котором строится школа. По сути дела, ранее в школе было обучение с нуля и развитие. Сейчас будет полноценное обучение разработки до профессионала. Но вы знаете, вот вы скажете, школа, я начал язык изучать с 2009 года, школа начала работать с 2013 года. А почему раньше не было? Ребят, вы знаете, я вот написал все эти умозаключения, умозаключения, и объяснил. Вот скажите, а вот, допустим, а ведь в разработке получается такая картина, что практически нигде не учат. И у меня вот это стояло, да, вот внутри, неразрешенный вопрос до 2017 года. Потому что когда я себя спрашивал, а как учить разработки? Чему это надо учить? Допустим, книги, которые вроде бы написаны, обучают разработке, это чушь полнейшая. Почему? Ну хорошо, берет человек, берет человек книгу и описывает там, как написать некую программку, или как написать приложение на Джанго. Ребят, а какое отношение это имеет к настоящей разработке? Это больше имеет к программированию написания кода по шаблону. И в принципе в этом большинстве книг никогда не объясняется зачем. Просто автор, как обычно, делает следующим образом. Возьмите этот код, скопируйте, вставьте, он делает то-то, то-то, то-то. Но обучающийся не получает ответа на вопрос, а почему он здесь это применяет, а почему это? Когда я даже, вот у меня уроки для новичков, они все понимают. Но, понимаете, все равно я не получал ответа на вопрос тогда, вот как я хочу давать разработку, потому что я все пропускаю через себя. То есть, когда я это понимаю, могу делать, я это могу объяснить. И я сейчас начну с третьего этапа. Я разделил на несколько этапов, их немножко больше, но я основные показал, принципы описал, чтобы вы понимали, чтобы вы поняли, как реально научиться разрабатывать. Ребят, мне помог случай, потому что в этой жизни, наверное, действительно все приходит в свое время. Когда я переносил сайт на другой сервер, мне пришлось копаться в библиотеках. И тут в один прекрасный день вдруг я смотрю на библиотеку, и меня пробивает. Боже мой, вот он ответ, как учить разработки. Потом, что я сделал? Я знал, я знал, вот представьте, знал, но как-то не придавал этому значения. Знал разработчиков Джанго. И я сразу тогда вспомнил про одного из разработчиков Джанго, Рассела Кейта Маги. Это один из основных разработчиков Джанго, но который компетентен в любой части Джанго. А Джанго сложнейший фреймворк, написан на метаклассах. И тогда я себе подумал, а неужели у этого разработчика нет чего-нибудь более простого. И действительно я нашел. Я нашел проект. Биве, ну, это не важно, но просто-напросто я начал смотреть его код. Просто я хочу, чтобы вы поняли, вот на тот момент мои ощущения. Понимаете, когда я открыл код, это проект молодой, я смотрю, боже мой, у него все названия очень четкие. Как он делает код, как он обозначает, как и что он куда выносит. Думаю, так вот же оно, чему и надо учиться. И меня пробило. И тогда в одну секунду времени у меня сложилось полное понимание. Вот я говорю, ведь это шло 17-го года 8 лет. Мне прошло сначала, как я начал работать с языками. И я вот искал ответ на вопрос, да, не с 9-го, а с 13-го, с 14-го я начал искать. Ну, как же обучать разработке, потому что я бросался только книгам, ну, что они там пишут. Нет, это не разработка, это просто какой-то шаблон, где человек... А разработка в моем понимании, когда человек понимает, что он делает, зачем он это делает. Ведь написать там строчку кода ума много не надо, выучить типы данных. И на школе я это убедился, ведь именно так работает. И получил подтверждение именно сейчас. Вот первый... Кстати, этот курс уже идет. И чем быстрее присоединиться, просто проходить курс проще, когда со всеми. Смотрите. Сколько сообщений здесь, да. Это все вот мы обсуждали один вопрос. Отличие абстрактных классов от интерфейсов. Но в результате вот этой работы, дальше пойдет побыстрее, да. В результате вот этой работы я начал получать уже от Сергея, смотрю, Игорь Гречко подсоединился, очень четкое понятие, да. То есть я видел, что уже Сергея код четкий, то есть принцип показать вот этот интерфейс. Потому что первое время он сомневался, он пытался как-то отличить, что, как. А стоял вопрос, чем отличается абстрактный класс от интерфейса. Где будете применять абстрактный класс, где интерфейс? И почему? Ведь это вопросы для разработчика. И они совершенно другого рода, чем вопросы применяйте здесь. Подождите, а что мы тогда напишем? Потому что, вы знаете, складывается, приходит, наверное, понимание, да. И вот в предыдущем видео я рассказывал о... Тут есть ссылки на канал, где первичное введение в разработку. Там в этой статье все есть. Кстати, ссылка на статью в описании. Да, в разработке. В последнем видео я как раз рассказывал о... Что я не поставил? Нет, нет, должен был поставить. А, да, вот она. Здесь как раз я рассказывал о создателе Linux. Если послушать его интервью, я тут давал ссылку. То он рассказывал. Вот рассказывал образ разработчика, который он видит. Он сказал очень простыми словами. Я люблю разработчиков, которые видят полную задачу. Видят пласты кода. Видят слои эти кода. Могут ставить вопросы. Интервью хорошо, интересно послушать его. И я ранее рассказывал про это интервью, как, допустим, парень написал там на оси код и с 10 строк. И он сказал Linux Torvalds. Это плохой код. И там этот парень сам рассказывал. Где-то, где-то ранее, это надо ВКонтакте искать, я сейчас не буду, но смысл вы поймете. Этот парень сам где-то я на Хабре находил и рассказывал. Так вот, там принцип был такой, что он написал с 10 строк, но там у него происходило добавление, удаление, ИВ конструкция, а Linus все это обратил в 4 строчки, где не было ни одного лишнего действия. И я тогда вот, вот это мне уже было знакомо. Именно вот это ощущение, я думал, вот к этому надо стремиться. То есть, что понимание хорошего, плохого кода. А вот теперь вдумайтесь. А когда человек будет понимать, применять интерфейс, да, только тогда, когда он четко понимает, что здесь нужен интерфейс, здесь абстрактный класс. Вы не обращайте внимания, просто сейчас, в данный момент мы работаем с этими конструкциями, да. А в других виде может что-то другое, просто вот они попались под слово. Смысл, какая бы ни была конструкция, в первую очередь, обучение разработки в моем понимании, это именно вопросы, что это, зачем и где применяется. Это первое. Второе, считывание этих конструкций везде. Тогда легко, как вот я предыдущее видео опять же говорю, присылал другой парень, и мы здесь выявили его ошибки, да. То есть, в том же видео по Линусу, где я показывал, ну, сейчас я суть не буду копаться, но, в принципе, здесь мы рассматривали абстрактную фабрику, но я показал, что вот здесь есть несостыковки, и сказал подумать. Конечно же, паттерн, там, он не является догмой, но все-таки есть вещи, которые вот мне сразу бросились в глаза. Дело не в этом, дело в другом. Дело в том, что, повторяю, что обучение разработки, это именно уже осознанное понятие. Так вот, к чему я это сейчас говорю. Поэтому вот это все я поставил вообще третьим этапом, вот то, что я сейчас рассказывал, да. Хотя надо было бы первым, но просто так в статье удобней. То есть, что я вот подведу такой итог. Уже написав много суток видео по питон, по джанго, я все-таки мучился этим вопросом, а как учить разработки. И вот когда я понял, что учить разработки надо, опираясь на профессионалов, то есть на конкретные библиотеки, тогда у меня быстро стало все на места. И буквально моментально эти мысли ведь годами роились. И моментально понятно стало, что вот тут можно уже перейти к первому пункту. Ведь тоже проверяли в школе, когда я давал вот Сергею Осадчеву посмотреть тот же итог, да, код. Он говорит, я не понимаю, это нормально, потому что к этому надо подготовить. И здесь, получается, все стало на места. Сначала озвучу первые два пункта. То есть, надо понимать код, а второе, то есть первое, мне стало понятно, как подготовить. Давайте лучше по порядку, так мне проще. И вот то, что мы начали. Просто мы сейчас начали, я определил четыре вещи, интерфейс, миксинг, декоратор и абстрактный класс и абстрактный класс. Я тут его не включил, но просто я писал, как статью говорю. Это план у меня немножко другой. Я имею в виду, здесь как бы, вот так вот, чтобы вы поняли, это было более, ну, как воспринимается. Теперь, ребята, вот подумайте, смотрите, все банально на самом деле просто. Вот, смотрите, кто сталкивался, а кто не сталкивался, тот столкнется. Зачастую мы пишем приложение на Django, ну, что-то там делаем, да. Я показываю один и тот же пример, постоянно сейчас, пока в последнее время, просто еще никак не могу его доделать. Поэтому я его и показываю. Так. Мы пишем некие модели, да, некие модели. Это полбеды. Но потом мы начинаем писать, описывать, да, представление. И понимаете, в большинстве своем люди что делают? Они ищут шаблона. Ну, сейчас я вам расскажу вот самое важное, что может прозвучать в этом видео, и то, что самое важное, что может изменить вашу жизнь. Ребят, а вот представьте сейчас такую вещь. Когда вы, наконец-таки, доходите до миксина, да, начинаете четко разбираться, что такое, где применяется, как пишется. И вот Сережа в течение двух месяцев разбирался с такими вещами, как, я говорю, класс, абстрактный класс, интерфейс, это разновидности, да, класс, то есть не классово, а разновидности конструкций. Миксинг, декоратор. На декораторе у него он направо-налево. С миксинами, ох, было куча проблем, потому что на самом деле человека дергает вправо и влево. Одно дело применять готовые миксины, другое дело писать самому. И то он в логику, логику забрасывает в миксины, но это же не примесь, потому что миксинг это вот как мороженое. Добавили шоколадное, добавили вишень вишневое, добавили крема, там, кремовое, то есть на мороженое то остается, то есть логика должна оставаться всегда той, а миксинг привносит некую примесь, то есть некое действие. Так вот это некое действие должно быть очень четко понятно. Опять я, ну, мне так проще объяснять, наверное, я постоянно скатываюсь конкретики. Так вот, а когда вы разберете, что такое миксинг, то ваше приложение, это основная мысль, кроме самой разработки с нуля, с чистого, использование вот этих вот всех пониманий вдруг становится настолько простым и гениальным. То есть вы написали статью, бас, миксинг, там, выборку по пользователю, выбрали по правам, выбрали по полям, выбрали почем. То есть вы начинаете это видеть, этим владеть. Я имею в виду, что обучение разработки не только для разработки, а обучение разработки – это и есть то, что многие не понимают, это и есть то, что многие пишут в интернет. Эх, выучить бы ООП солидно. Это и есть изучение глубочайшего, глубочайшим способом ООП, но применяя везде. Это круто. Так вот, это был фрагмент. И, ну, это же говорю, когда присылают уже более конкретный код, и я понимаю, что они понимают. Так вот, чтобы недолго, когда я увидел код Тога от Рассела, от Кейта, я понял, мне стало легко, ну, сразу на места стало. Ведь подготовка простая. Раньше мы смотрели, ну, класс делается так, так, то, что ничего не даёт. А сегодня вот мы два месяца мурыжили, два месяца мурыжили. И в конце концов, выше на то, что объясняют, уверенно пишут, уже понимают. Вот тут я буду применять интерфейс, потому что, потому что, потому что. Вот тут я буду применять абстрактный класс, первое, второе, третье. Вот тут я буду просто класс. Вот она настоящая разработка. Но, ребят, здесь я пишу вот такой маленький момент. И вы поняли, что таких вещей это и есть база. Сейчас я тот момент скажу. Их не так много. Поэтому может изучить каждый человек. Здесь не все, но их не намного больше. Класс, тип, мета, статические, мультимет, наследование, множество наследования. Но эти вещи надо не просто знать, а применять. То есть, исписать коды. Берись, опиши и разбирайся в школе. Да, ничего сложного на самом деле нет. Вещи простые, при этом, по сути дела, самое главное, потом их начать, если вы мурыжите, вы начинаете это в жизни видеть. Я ранее в видео, которое я показывал, тот лист, там есть эти размышления. Поэтому я говорю, что в школе человек выстраивает отношения сам. И здесь я, я когда писал, я применял обязан. Но после пояснения я, что в школе ведь у нас нет, никто никого не контролирует. Понятие обязан, программист должен применить сам к себе, как обязательство. Вот мне интересна глубокая разработка. Я беру на себя обязательство, что я буду досконально разбираться. Так же Сергей Асачий. Но при этом я говорю, у нас в школе, ой, есть место для всех. То есть кому-то достаточно просто поверхности, кому-то достаточно просто программировать, написать там первое приложение, он рад уже. Поэтому вы должны сами определиться, какие отношения у вас будут с языком, со школой. То есть как вы требовать будете к себя. С вас же никто, кроме вас самих, не будет требовать. Поэтому вот решили, что вот беру обязательства. Тогда все будет нормально. Если оставите на какой-то выбор кого-то, там, ну, допустим, там повесить на курсы, вот, устроим на работу. А вы там пришли, на уроки посидели, пошли. Да ни хрена вы не будете никогда программировать. А Асачий за эти два месяца сотни строк кода написал. Вот поэтому он и понимает. Вот я говорю, ну возьми, это вам самим надо взять. Так, разобрались с этим моментом. По сути дела, первый этап это понимание конструкции. Но понимание не то, что вот класс и все. Где я буду применять класс, где я буду и почему абстрактный класс, где я буду применять интерфейс и почему, в каких случаях, что происходит, когда работает класс, что происходит, когда работает интерфейс, что происходит, когда работает абстрактный класс. Я это всё тоже на пальцах объяснял. Вот на этом где разработка Python OPA. Ну, найдёте. То есть, чем уже в голову вложить какие-то понимания, оно будет. Отлёгся, поэтому могу немного повториться. Ребят, просто говорю вам, здесь нет ничего страшного. Здесь просто надо не лениться писать код. Если вы будете долбать, как долбал Асачий эти классы, разделите их классы на интерфейс и на абстрактные классы, и в конце концов ставить одни и те же вопросы, а я ведь направляю, да? То рано или поздно у вас наступит ясность. Ну, отвалится все плевела, останутся зёрна. И написав эти сотни строк кода, да его ночью сейчас подними. Он тебе интерфейс чётко скажет, вот тут буду, вот тут не буду. Он его будет видеть в коде. Вот это называется поработал. Вот теперь он будет интерфейсы видеть в любом коде. Сразу выхватывать этот кусок и проверять, ставить вопросы. Итак, поняли первый этап. Делаем, изучаем основные понятия, но с позиции зачем, почему, когда применяем, что отслеживаем. Вторым этапом мы подключаем паттерны. Вы знаете, когда меня Сергей спросил, вот что дальше, я ему сказал паттерны. Потыкался, потыкался и оставил. Они ему тогда были не нужны. Почему? Потому что у него не было понятий, ну, он вообще выбросил абстрактный класс. Он считал, он всё время писал классы обычные, что они практически мало нужны. Но за эти два месяца у него абсолютно всё поменялось. И теперь, бац, он уже чётко применяет уже принципы, да. Вот тут написал абстрактный класс, то есть присылает задание и уже чётко видно, да. Ага, я просматриваю интерфейс Люди. Я какое дал задание? Я дал улицу Витебска. До этого. И сказал, вот надо её оцифровать. Стоп, а где она? Наверное, предыдущая статья. А эти статьи тоже есть. А, паттерн, абстрактная фабрика. Вот, дало, вот надо оцифровать. Дома, хотя бы первичный код. Дома, улицы, площади. То есть оцифровать это. А без интерфейсов это не сделаешь. Нет, сделаешь, но потом придётся кучу коду писать. Поэтому там ребята и ошибки делали. Ну, в конце концов, смотрю, всё, бац, 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 поехало. То есть с пониманием видно. Так вот. Что же нам дают паттерны? Паттерны, по сути, это шаблоны. Ну, что значит шаблоны? Вот, представляете, накопили программисты опыт. Вот, стоит задача взять и описать всех людей Земли. Как? А берёшь паттерн, абстрактная фабрика, и легко это описываешь. Действительно легко. Почему? Потому что там это заложено. То есть, по сути дела, что... Что дают паттерны? Паттерны дают, если простым языком... Вот мы изучали с вами конструкции, да? Конструкции. По сути дела, применение этих конструкций в комплексе, но для решения определённых задач. И в свою очередь, вот прошло два месяца, и вдруг я понял, что вот созрел, да, Сергею, эти паттерны просто теперь как воздух. Почему? Правильно. Он уже понимает, что такое интерфейс, абстрактный класс. И изучая паттерны, они, вот эти все понятия, начинают становиться очень на своё место. И то есть, и по сути дела, что он начинает приобретать? Он начинает приобретать, как бы, как это... Ещё сказать... Как это сказать? Паттерн – это не рецепт. Паттерн – это... Вылетело слово... Вот. Как раз прочитал, вылетело это слово. Это концептуальное решение. Например, в одном месте мы применяем интерфейс, но мы ведь уже знаем, где применяется. В другом месте мы применяем абстрактный класс, но который возвращает конкретный класс. А в третьем потом пишем конкретные классы. То есть, уже расписывается. А мы это всё, представьте, понимаем. Это очень круто. Поэтому это может научиться любой. Иными словами, мы будем изучать эти паттерны, вам дают концептуальное решение разных задач, которые нужны в повседневной жизни. И, по сути дела, изучив эти паттерны, у вас уже... Вы уже хороший программист. Но, если наложить на всё это одну маленькую деталь, которой мне не хватало все эти годы, если наложить на всё это, и тогда мы начинаем видеть опыт, допустим, вот сейчас команды Рассел Кейта Маги. То есть, взять у него его опыт, который больше 20 лет, да, взять, вот как он пишет классы, как он, что делает, что, как он называет, как у него структура приложения. То есть, вот это вот лучшее. Ведь мы тогда видим, начинаем понимать, что он использует, да, как он использует. То есть, всё это нам становится потом понятным. И вот это для нас становится стержнем. То есть, мы тогда понимаем, что этот человек, профессионал высочайшего уровня, значит, у него можно учиться. Этому не научишься, не в книге. Такие люди книг не пишут. А с другой стороны, и их код, человек с улицы, допустим, который не знает языка, он тоже нифига не поймёт. Но, когда я и задумал об учении разработки, я понимал, очень хорошо понимал и осознавал, что именно вот это и есть подготовка к тому, чтобы понимать код таких людей, как Кейт Маги, да, видеть это в коде. А потом просто начинать руководствоваться. Третий этап – это использование библиотек. То, что мы сейчас и говорили о Кейте Маги. Его надо было поставить первым, но мне было удобнее. Да, просто как бы сказать, все эти этапы, они могут перетекать. Это не значит, что вот мы только изучаем. Да, где-то упор делается на один, но мы, изучая, допустим, те же интерфейсы, разбираемся в каком-то паттерне. Вот как сейчас мы паттернам абстрактная фабрика разбирались. Ну там, а там же был и интерфейс. И по сути дела интерфейс становится нано, ну то есть на свое место в мозгах, и при этом мы понимаем, как реализовать, то есть, ну у нас получаются реальные знания. Поняли, да? Дальше идет следующий этап. Использование ранее изученных знаний. То есть, по сути дела, ведь я об этом рассказывал. Вот, и помните, я говорил вначале, что вот читает человек книгу, да? Что вы думаете, он будет программировать? Э, не, не будет. Вот сейчас мы учимся программировать по-настоящему. Я видел реально на учениках одно дело, когда человек работает, смотрите, человек работает просто, вот он рассматривает, что такое класс, да, там набирает класс и смотрит там, что такое ини, цельфь и так далее. Он работает в пределах конструкции. Никаких задач он не ставит. Его задача только понять класс. Ну, вы понимаете? А для того, чтобы понять, как применять, надо ведь другие вопросы ставить, надо ведь другой угол зрения. И тогда, по сути дела, это уже угол зрения на создание конструкции на этих классах. Это совершенно разные вещи. И я увидел, как к тому же Серёже было очень трудно переключиться. Он себя, он пишет уже на двух языках, да? И он в пределах там со списками, с операциями, с классами, вот ему это комфортно, он тебе расскажет, покажет, как класс. А тут бац, когда что-то создавать. А ведь мы сразу же создаём смысл разработки. Мы же сразу делаем масштабируемое приложение. То есть разрабатываем логику, которая должна потом работать и на сервере, на Django, и на Kotlin в мобильном секторе. И всё это объедено будет, да? То есть всё вместе. И да, к слову скажу, разобравшись с интерфейсом в Python, что вы думаете, он интерфейс на Kotlin напишет? Легко, легко. Ну, там есть видео о двух языках, потом посмотрите. Так вот. Но на третьем этапе, когда мы уже определили саму конструкцию, то вот эти знания, которые приобретены ранее, они встраиваются очень хорошо. Тогда, когда уже мы научились определять и работать, вот это нам паттерны помогают, то уже дальше человек опять окунается в то, что ему комфортно. Он опять эти списки словарит, добавляет, отнимает, то есть всё дело пошло. Эти знания, но уже он на них смотрит совсем по-другому, как на инструменты. Четвёртый этап. Это и есть, да. Пятый. Пятый – это уже добавление разных библиотек, включая искусственный интеллект. К слову, я здесь написал, ведь, ну, все, наверное, знают, а может кто-то не знает, что, допустим, Инстаграм, морда на Джава, серверная часть на Джанго, Питон, Ютуб написан на Питон, китайцы на весь Китай написали распознавание лист, да, на Пайтон, и у них площадь, вот по телевизору я смотрел, вплоть до, на мусорках стоят камеры. Человек не растеляет мусор, ему приходит штраф. Ну, видите, как круто всё, да? А мы говорим о разных языках. Ну и, как я говорил, написание проекта, проектирование, тут немножко я перепутал цифры, и много ссылок. На что я хотел обратить внимание, вот заканчивая, да, это же видео к статье, которое вы почитаете, чтобы понять, что на самом деле разрабатывать профессионально может научиться каждый. Единственное, что надо для себя самого принять решение. Даже если вы сегодня с нуля, то в школе есть обучение с нуля и развитие, но всё равно сегодня новичку проще. Самое важное условие это быть в школе в группе, читать переписку. По сути дела, когда человек сегодня получает сообщение, да, он понимает, ага, значит, мне с классами, если здесь класс, надо разобраться посерьёзнее сразу, да, то есть, он будет отмечать, то есть, надо быть в процессе, в потоке этой информации. Конечно, здесь проще. Ну и школу я меняю, очень, очень будет, очень меняется потихонечку школа, почему? Потому что, по сути дела, сейчас всё в одном пакете, да, то есть, обучение с нуля, развитие и обучение разработки. Всё в одном. Единственное, что я хотел рассказать, что вот, видите, к разработке я пришёл намного позже, когда уже у меня все вот эти внутренние преграды, всё сошлось, грубо говоря. Вот, и всё, курс, он идёт, идёт постоянно. Статьи есть для тех, кто внизу там начинает, откуда что начать, какие видео посмотреть, всё посмотрите. Итак, в описании видео статья, почитайте, и вперёд. Всё, ребята, получится. Спасибо.